Ребята, всем огромный привет! Я рада видеть вас на курсе по цитологии, потому что сегодня наше первое занятие, на котором мы разберем плазматическую мембрану клетки, цитоплазму, ну и поговорим, конечно, о других важнейших деталях, которые вам понадобятся на ЕГП-биологии. А цитология вообще очень большой раздел, и начинать его нужно изучать именно со строения клетки. Ваша задача на протяжении ближайших уроков разобраться, а как устроен конкретный органоид, какие они выполняют функции, какие есть тонкости, нюансы, потому что в дальнейшем мы будем все эти знания использовать для того, чтобы разбираться в других биологических процессах, для того, чтобы понимать обмен веществ, копаться в деталях биосинтеза белка, деления клетки и всего остального. В общем, я тут могу до бесконечности перечислять, предлагаю не затягивать, надеюсь, что вы распечатали себе скрипты к этому уроку, мы совсем скоро приступим к их заполнению. Немножечко так, небольшое введение, возможно, вы уже знаете, ЕГП-биология состоит из большого количества разделов, и мы говорим сейчас именно про цитологию, начинаем изучать ее. Цитология – это основа для всего остального, то есть, если вы знаете цитологию, вам потом проще понимать анатомию, генетику, зоологию, ботанику и другие разделы. Это такая, как бы, ну, немаловажная часть, и на самом деле раздел очень интересный. К сожалению, конечно же, каждый год на нем в заданиях по цитологии ребята допускают большое количество ошибок, но я уверена, что это не случится с вами. Вот, я выделила топ сложных тем за последние 5 лет, это статистика официальная от ФИПИ, вот в этих конкретно темах, и допускалось большое количество ошибок среди всех ребят, кто сдавал у нас ЕГП-биологии в России. Обратите внимание на первую тему – строение клетки, работа с рисунками клетками, с рисунками клетками, с рисунками и определение органоидов, прокариоты и укуриоты. Это как раз-таки то, что мы будем с вами разбирать сейчас на сегодняшнем вебинаре, ну, и на последующих в том числе. То есть, считай, одна треть от списка у вас уже будет закрыта, на остальные темы просто обратите внимание, да, чтобы не забыть более углубленно их пройти. Если вы меня видите впервые и еще не были на уроках, то давайте немножечко познакомимся. Меня зовут Вероника Вавилова, я готовлю ребятки ЕГЭ уже на протяжении 8 лет, сама училась в медицинском университете на факультете лечебное дело. И за все годы невероятно прекрасного преподавания я выпустила огромное количество высокобальников. Вот на слайде можно посмотреть 15 моих стобальников, которыми я очень горжусь, и большое количество выпускников, которые сдали ЕГЭ на 80 и выше баллов. Это прекрасные результаты, и я хочу сказать, что вы тоже так можете, у вас тоже могут быть и будут точно классные баллы, я в этом не сомневаюсь. Главное, конечно же, это дисциплина, работа, структурное, последовательное изучение материалов. Только тогда вы сможете действительно рассчитывать на высокие баллы. Ну, а я предлагаю начинать, и давайте мы перенесемся куда-нибудь в отпуск, потому что сегодня нам нужно понять устройство клетки и понять его очень просто, если мы с вами представим, что сейчас наслаждаемся и чилим в каком-нибудь вот таком чудесном бассейне. Потому что, вот что такое бассейн? Это такая строительная, значит, может быть даже какое-то архитектурное строение, да? Бассейн это невероятное, просто что-то великолепное, я бы прямо сейчас поплавала, конечно же, с удовольствием. У бассейна есть несколько таких важнейших частей. Первое, это, конечно же, должны быть прочные стенки, чтобы содержимое, а это огромное количество там тонн воды, не вытекало за пределы этого бассейна. А также это вода, которая добавлена внутрь. Вода эта, она имеет огромное количество растворенных веществ, да, какие-то, возможно, химические вещества добавляют для очистки. Могут просто там плавать какие-нибудь жучки, паучки. И, конечно же, люди купаются у нас в бассейне. И вот клетка ваша, она по сути и представляет собой бассейн, потому что у клетки будет обязательно оболочка. То есть, такие, такие, как бы, я не называю их стенками, обратите внимание, потому что стенка, это все-таки не, она есть не у всех клеток, и там у нас будут детали и нюансы, когда мы до этого дойдем. У каждой клетки будет клеточная мембрана, у нее будет цитоплазма, жидкость внутри и структуры, которые будут плавать в той самой цитоплазме. Вот можете представить, что вы сейчас лежите, чилите вот на этом лежаке, пьете смузи, наслаждаетесь жизнью, ЕГЭ еще не скоро, да, и все, и все великолепно. Ну, давайте смотреть. Значит, наша задача сейчас спроецировать, сделать оболочку для клетки, посмотреть, из чего будет состоять цитоплазма у наших клеток, да, и потом постепенно мы будем с вами уже переходить к структурам, к органоидам, которые будут плавать в этой жидкости. Если мы рассматриваем какую-либо экзаменационную картинку, экзаменационных картинок у нас очень много, мы с вами, если вы учитесь у меня еще на каком-то другом курсе, возможно, на годовом курсе или на каком-то другом потоке, то, скорее всего, у вас есть уже такие мнемокарточки, вы с ними работаете. Очень важно смотреть различные рисунки экзаменационные, когда вы готовитесь к экзамену. Вот мы с вами сегодня и, собственно, займемся этим уже. Также, если вы посмотрите на картинку, то здесь изображена животная клетка, и я вам показала ее для того, чтобы вы просто понимали, да, как будет устроено и что именно показывают вам на экзамене. Вот видите, здесь слева изображена картинка той самой плазматической мембраны, то есть оболочки, которая будет окружать наши с вами клетки, и не только наши. И вот это лишь маленький кусочек, маленькая часть огромной плазматической мембраны. Если мы рассматриваем клетку, да, то вот это, это просто вот какой-то вот небольшой кусочек здесь. То есть вся ваша оболочка клетки, вся ваша мембрана будет выглядеть примерно вот так. Конечно, где-то чуть-чуть могут быть отличия, где-то может быть больше белка, где-то больше каких-то других компонентов, которые мы сейчас зафиксируем, но смысл, он, собственно, вот такой и остается. Но давайте будем сейчас все рисовать. Итак, у нас плазматическая мембрана, она очень важна, она будет абсолютно у всех клеток, и на экзамене вы сможете встретить различные синонимы к этой мембране. Например, клеточная мембрана, цитоплазматическая или плазмолема. И вот у вас на скриптах есть такая картинка, которую нам сейчас нужно будет внимательно заполнить. Но прежде чем мы будем заполнять, я хочу немножечко как бы так сделать отступление. То, что вы видите на рисунке, оно не свалилось на нас с небес. Есть два ученых, Сингер и Николсон, они у меня вот здесь внизу изображены, которые как раз-таки и показали миру ту самую модель мембраны. Они назвали ее жидкостно-мозаичная модель. То есть они изучали оболочки наших клеток, они изучали плазматические мембраны и в итоге вот представили такую модель всему миру. В чем смысл заключается? Смысл в том, что у нас плазматическая мембрана будет состоять из двух слоев липидов. Вот если я сейчас посмотрю на картинку, я пока что не буду заполнять, мне сейчас все отдельно подпишем, я просто показываю. Вот видите, вот эти черненькие такие головастики с двумя ногами, это и будет двойной слой из липидов, билипидный слой. И вот они сказали миру, что значит есть билипидный слой и в этом билипидном слое могут находиться различные белковые молекулы. Я тоже вот сейчас их демонстрирую. Все это, конечно же, выполняет важнейшие функции. Молекулы белка могут быть полностью погружены в мембрану, могут находиться на поверхности или там на половинку где-то погружаться. И в итоге, если мы рассматриваем мембрану, мы сейчас поговорим про ее функции и свойства, станет понятно, что это не какая-то, знаете, такая статичная структура. Мембрана очень подвижна, она пластична и она похожа на мозаику, отсюда и название жидкостно-мозаичная модель мембран, да, потому что узор так называемой мембраны может меняться в зависимости от того, как перемещаются липиды, белки в толщу мембраны непосредственно. Вот, ну что ж, давайте напишем, наверное, имена ученых. Все, думаю, все уже, даже кто еще не распечатал скрипты к этому моменту, возможно, их допечатали. Итак, пишем ученые Сингер и Николсон. Сингер и Николсон. Отлично. Ну, давайте будем сейчас подписывать. У нас с вами будет как бы два слайда основных. Это слайд с мембраной, дальше посмотрим еще экзаменационные картинки и вот такая вот таблица, где мы будем писать много-много всего подробного. Давайте сперва, наверное, в общем, пойдем от общего к частному. Начнем с того вообще, из каких компонентов состоит мембрана. Тут легко запомнить, вот что вы употребляете обычно в пищу, если вы посмотрите на любую упаковку с какой-нибудь едой, это будет написано БЖУ, белки, жиры, углеводы. Так вот, ваши мембраны тоже состоят из белков, жиров или по-другому липидов и углеводов. И давайте мы перенесемся на нашу табличку и прямо уже сейчас это подпишем. Итак, в первом столбце пишите себе липиды, липиды, дальше белки и углеводы, и углеводы. Начнем мы, конечно же, с липидов, потому что они в первую очередь бросаются в глаза, когда мы смотрим на плазматическую мембрану. Липиды в составе ваших мембран, клеток будут представлены двумя разновидностями. Самые распространенные, это, конечно же, фосфолипиды, которые будут защищать и ограничивать, это как бы их основная функция, да, ограничение от окружающей среды. Нам же нужно сделать так, чтобы содержимое клетки, содержимое наших бассейнов никуда не вытекало. И нам нужно вот обеспечить этот барьер. Поэтому основная функция, конечно же, липидов, да и, в принципе, всех компонентов это строительная функция, она в любом случае будет, но помимо этого липиды, вот, они выполняют барьерную функцию. Давайте посмотрим на фосфолипиды. Они обозначены у нас на картиночке вот такими вот головастиками. Значит, что здесь есть? Вот давайте я покажу. Вот это вот у меня, это фосфолипид. Это фосфолипид. И у этого фосфолипида, обратите внимание, есть головка и хвосты. Я сразу здесь подпишу, да, и мы еще это зафиксируем на следующих слайдах. Головка называется гидрофильная головка. Почему она такое название имеет? Потому что головки фосфолипидов, гидрофильная головка, головки фосфолипидов обращены как бы наружу, да. То есть, конечно, если мы смотрим на такую иллюстрацию, нам не особо понятно, что значит наружу обращены. А если мы посмотрим вот сюда и вспомним, что вот эта картинка, это просто часть плазматической мембраны, то становится очевидно. То есть, смотрите, головки фосфолипидов смотрят либо внутрь клетки, где находится цитоплазма, а цитоплазма у нас на 90% состоит из воды, да. Либо они смотрят на поверхность клетки в какое-то межклеточное пространство, где тоже находится вода. Получается, что гидрофильные головки, фил это любить. Они как бы любят воду, они способны с ней контактировать, поэтому они так и называются. Хвосты, которые мы видим на картинке, да, сейчас я тоже переключу обратно, где мы с вами заполняем. Хвосты же фосфолипидов, они, посмотрите, свернуты вовнутрь, да. Они как бы прячутся от воды, как будто бы ее боятся, и мы их называем гидрофобные хвосты. Гидрофобные хвосты, и они будут вступать уже в тесный контакт друг с другом. Вот, если бы мембрана состояла у нас не из двух слоев, конечно же, она не смогла обеспечивать нам бы такие прекрасные функции, и не могла бы ограничивать и быть барьером. Подписываем хвосты. Гидрофобные хвосты. И раз уж я заговорила о том, что у нас это часть мембраны, да, и где-то у нее есть наружная сторона, и где-то внутренняя, то на этой конкретной картинке, да, сторона внутренняя, то есть то, что внутри клетки цитоплазма будет вот здесь вот, вот это будет цитоплазма, да, то, что внутри, а то, что вот здесь вот снаружи находится, вот с этой стороны будет межклеточное пространство. Вообще, мы будем распознавать с вами, где у нас цитоплазма, а где межклеточное пространство по вот таким вот антенкам. Это на самом деле не антенны, а гликокаликс, углеводы, мы сейчас до него дойдем. тоже просто сразу подпишу что это межклеточное пространство межклеточное пространство с этой стороны вот хорошо давайте мы вернемся сейчас на наш слайд с таблицей и зарисуем здесь фосфолипид итак у фосфолипида есть гидрофильная головка которая будет обращена в сторону воды гидрофильная головка и гидрофобные хвосты и фосфолипиды у нас в двойной слой как бы образует двойной слой билипидный слой мембраны можете запомнить фил это любить значит любит воду смотрит в сторону воды помимо фосфолипида в мембране есть также холестерин еще его по-другому могут называть холестерол он а не на всех экзаменационных картинках изображен но там лишь на каких-то единичных до задача холестерина обеспечить гибкость мембране сделать ее более пластичной и мы сейчас нарисуем как бы сами от руки да на нашей иллюстрации но без холестерина у нас было бы нам было бы конечно сложно существовать внутри мембраны да потому что вот эта гибкость и пластичность она же не просто для гибкости это же повышает прочность мембраны а это то что как раз таки нам нужно и фосфолипиды холестерин все это в мембране может перемещаться и опять же вот мы вспоминаем про жидкостномозначную модель мембран да что мембрана может менять немножечко свой узор вот так давайте давайте мы тоже сейчас прям нарисуем где-нибудь холестерин чик этот ну пускай вот каким где-нибудь вот здесь вот у меня будет холестерин или холестерон холестерин есть такая экзаменационная картинка я сейчас ее включу так сейчас я сделаю чтобы была одна страница у меня покажу вам вот смотрите вот здесь вот на такой картинке на плазматической мембране есть холестерин по цифре 5 он обозначен просто вот как такие вот вкрапления да которые не похожи на фосфолипиды вот так это выглядит возвращаемся на наши слайды и давайте наверное перемещаться дальше посмотрим вот на такие экзаменационные картинки тут тоже мы видим что фосфолипиды образует двойной слой до головки в сторону цитоплазмы 100 смотрят либо в сторону межклеточного пространства то есть обращены в сторону воды хвосты вовнутрь смотрят да и тут тоже самое здесь прям вообще очень хорошо отчетливо видно тут не тут не тут конечно мы холестерина не можем разглядеть но это нормально ничего страшного в этом нет теперь белки белки в мембране выполняет огромное количество важнейших функций вообще в принципе все компоненты конечно же строительную функцию будут выполнять но белки помимо строительные функции будут помогать еще и транспортировать различные вещества в клетку и из клетки также белки будут неким таким вахтером знаете как будто бы на концерте пропускной пункт кто может пройти а кто нет будет распознавать так сказать свои чужие клетки это свойство избирательной проницаемости впоследствии будет нам обеспечивать участвовать будут в передаче сигналов от клетки к клетке особенно очень важно будет когда мы будем говорить изучать с вами анатомию на нервной системе там прям вот просто мастхэ ну и конечно некоторые белки могут быть могут выполнять ферментативную функцию прямо на поверхности мембраны такое у нас отображается в кишечнике эпителиальные клеточки кишечника но об этом тоже мы на пищеварительной системе в анатомии потом будем подробно говорить белки мембраны мы подразделяем на три категории в зависимости от ну конечно же от их молекулярной массы от их функций и от того а как они располагаются то есть есть белки которые например как вот подводная лодка которая сейчас находится на поверхности вот есть такие поверхностные белки потом подводная лодка начнет потихонечку погружаться в воду сначала погружается на половину и белки есть такие которые наполовину погружены в мембрану и потом погружается полностью есть тоже полностью погруженные белки и вот нас с вами три термина периферические белки полуинтегральные это значит полупогруженные и интегральные которые погружены полностью на всем своем протяжении. Давайте смотреть на картинки и подписывать здесь. Итак, вот, например, смотрите, белок, который полностью пронизывает всю мембрану. Это интегральный белок или полностью погруженный белок. Обычно такие белки будут транспортными. Там иногда могут прям транспортный канал нарисовать. Интегральный белок. Транспортный канал прям вот такой вот покажет, да? Дальше. Вот этот и вот этот белок, они у нас наполовину погружены в мембрану. Называются полуинтегральные. Полуинтегральные. И вот тут, например, мы видим белок, который лежит на поверхности, ну, со стороны цитоплазмы. Поверхностный белок. Вот. Вот такие вот дела. То есть тут на самом деле не так много вам нужно запоминать. Все достаточно просто. Запомните, какие они бывают, да? Как они могут располагаться на картинке. Тоже вы сможете потом встречать, насколько, как именно погружен белок. Ну и самое главное, конечно же, знать функции белков и вообще функции всех структур. Наша плазматическая мембрана. Не забывайте, что все они выполняют еще и строительные функции. И последнее у нас. Давайте мы сейчас, прежде чем будем про углеводы говорить, посмотрим еще на картиночки. Да, вот смотрите. Вот мы видим интегральный белок. Вот интегральный белок. Вот это вот полуинтегральные какие-то белки. Да, вот тут есть поверхностные белки тоже вот на поверхности. На этой картинке, да, интегральные белки, полуинтегральные белки и поверхностные белки. Но тут на самом деле тоже непонятно, точно ли он поверхностный, потому что, может быть, он и погружен полностью в толщу мембраны. Давайте теперь к углеводам. Углеводы на мембране и в мембране они представлены вот такими вот прекрасными цепочками. То, что вы видите, как антенны. Эти антенны можно увидеть только на поверхности клеток. То есть, если вы берете клетку, вот у вас гликокаликс, то есть эти углеводы, они будут где-то на поверхности клетки. Ни в коем случае эти углеводы не могут смотреть внутрь цитоплазмы. Такого не бывает. И, помимо всего прочего, гликокаликс еще будет не у всех клеток, но об этом мы еще поговорим с вами на последующих занятиях, когда будем сравнивать растительную, животную, грибную клетку, какие есть структурные элементы. Так что углеводы соединяются с белками, соединяются с липидами на поверхности мембраны и образуют так называемый гликокаликс. То есть, если вы захотите дать определение гликокаликсу, вы скажете, что это цепочки углеводов, соединенных с липидами и с белками. А можно сказать даже более красиво. Цепочки гликолипидных, гликоуглевод, липид, жир, да, и гликопротеиновых, гликоуглевод, протеины, белки, комплексов, которые образуются на поверхности. Вот мы сейчас с вами напишем это определение. Так, давайте, давайте, я переключусь, наверное, с этого слайда, и мы лучше... Хотя, ладно, давайте сначала напишем, а потом мы уже подпишем непосредственно структуру. Итак, гликокаликс. Это цепочки гликолипидных, в скобочках пишем углевод плюс липид, и гликопротеиновых комплексов. И гликопротеиновых комплексов. В скобочках углевод плюс белок. Функции углеводов многочисленные, они участвуют в образовании межклеточных контактов, как бы сцепляют клеточки, да, контакты у нас бывают разные, всякие десмосомы, полудесмосомы, мы про них еще будем говорить в дальнейшем на курсах. И, конечно же, рецепторные функции, да, и сигналы передают, и способны избирательно воспринимать, узнавать свои чужие клетки, узнавать молекулы, пропускать молекулы, либо не пропускать внутрь ваших клеток. Если мы говорим про эту картинку, то вот здесь вот, да, смотрите, вот мы видим, например, цепочки, да, вот это вот и будет гликокаликс, да, вот это и есть гликокаликс. И тут вы можете уже логически додумать, домыслить, так сказать, да. Если мы видим, что у нас углевод соединяется с белком, значит, это какой-то гликопротеиновый комплекс. Если углевод соединяется с липидом, то это какой-то гликолипидный комплекс образовался, да, и вам могут, вас могут путать, могут давать какие-нибудь такие вот интересные задания с различными, ну, давайте что-нибудь посмотрим. Сейчас я открою какую-нибудь карточку экзаменационную и покажу вам, что я имею в виду. Ну, вот смотрите, например, вот это вообще очень интересная картинка, да, ну, во-первых, нам тут показывают и просто на олигосахариды, нам показывают на хвосты фосфолипидов под цифрой 2, нам показывают интегральный белок под цифрой 3, вот он, да, головки фосфолипиды под цифрой 4, спираль различной белковой, ну, это все, опять же, там, в дальнейшем мы на последующих уроках посмотрим, особенно в транспорте веществ, да, гликокаликс под цифрой 6, вот тут это поражает, да, мы видим, что это не просто белок, соединенный с вот этими, то есть не один белок сам по себе, а это соединение с углеводами, да, образуется вот такой вот комплекс. Что еще у нас здесь есть, интересно? Ну, ладно, хватит, наверное, этой картинки пока что. Вот. Такие дела, помимо всего прочего, конечно же, помимо всех этих функций, у мембраны есть три свойства, я про них уже говорила, это избирательная проницаемость, то есть пускаем только те молекулы, которые нам нужны, и соединяемся только с теми, контактируем с теми клетками, которые наши, либо запускаем процесс ответной реакции, подвижность, пластичность, текучесть, это тоже свойство, и способность к самозамыканию, то есть если разорвать мембрану, она самостоятельно замкнется. Вот у меня есть такая прекрасная картинка, которая показывает гликокаликс реальной жизни. Это вообще просто роскошь какая-то, потому что здесь мы видим с вами капилляр, это не одна клетка, обратите внимание, потому что тут можно запутаться, да, я вам уже сказала, что гликокаликс мы ищем на поверхности клеток. Здесь вам показали капилляр, это самый маленький кровеносный сосуд, и мы видим, что гликокаликс выглядит как волосы. Сам по себе капилляр состоит из клеток, вот давайте я прям нарисую, представим, что мы с вами рассматриваем капилляр, вот у него есть одна клетка, вот вторая клетка, третья, четвертая, пятая и так далее. И вот на поверхности этих клеток есть гликокаликс, и он вот так вот как волосы отходит, и смотрит в полость капилляра. Гликокаликс в капиллярах очень хорошо рассвет, потому что в капиллярах как раз таки будет происходить активный транспорт веществ. Вот. Хорошо. Помимо всего прочего, мембрана, мы поняли, уже она у нас образует оболочку нашей клетки, да, все супер, клетка жива, здорова, содержимое внутреннее не вытекает. Но помимо этого, мембраны есть и внутри клетки, потому что у нас будут таки называемые органоиды, структуры клетки, у которых тоже будет своя собственная оболочка. И очень важно понимать, что клетка, она как, ну знаете, как квартира, то есть внутри клетки должны быть какие-то пространства для разных химических реакций. Вот представьте себе свою квартиру, вы кушаете в одном месте, ну ладно, не в одном, возможно, когда вам очень грустно, вы смотрите сериалы в кровати и кушаете там, пускай будет так, в туалет куете в одном месте, едите в другом, спите в третьем, ботинки у вас не стоят в спальне, да, у вас все разделено, вот в клетке то же самое. И компартментализация, это такой термин, который как раз-таки говорит о том, что у нас клетка с помощью мембраны разделяется внутри на отсеки или так называемые компартменты, компартменты. Вот. Такие вот интересные, интересные термины. Давайте мы это напишем, наверное, да? Компартментализация. Это деление клетки на отсеки или компартменты с помощью мембраны. Это деление клетки на отсеки или компартменты. По-другому называется, это синонимы. Или компартменты. С помощью мембраны. С помощью мембран. Да, то есть у каждого органоида впоследствии будет своя собственная оболочка, с помощью которой мы это все поделим. Да, вот смотрите, клетка, да? Вот видите, например, есть вот такой вот органоид, у него есть своя оболочка. Вот тут вот ядро, это структура клетки, там будет тоже 2 же мембраны. Вот тут эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, митохондрии и так далее. То есть, таким образом у нас химические процессы не смешиваются, и каждый органоид спокойно выполняет свою функцию. А чтобы все химические реакции могли протекать в клетке, нам, конечно же, нужна внутренняя среда. Клетка не обладает никакой пустотой, внутри клетки находится жидкость. Да даже не жидкость, не только жидкость, я бы сказала, внутри клетки цитоплазма. То есть, цитоплазма, она заполняет полностью пространство между ядром и плазматической мембраной. То есть, вот у меня, например, ядро, да? Вот это вот все, что вы здесь видите, да? От мембраны ядра до плазматической мембраны клетки это цитоплазма. И в цитоплазме будет жидкая часть, которая называется гиалоплазма, и какие-то структуры, да? Органоиды клетки. Органоиды клетки, так мы их и с вами зафиксируем. Итак, пишем. Цитоплазма у нас состоит из гиалоплазмы. Гиалоплазма. Это жидкая часть. Это жидкая часть. И органоиды. И органоиды. Давайте сперва про гиалоплазму поговорим. Я сейчас включу, опять же, вот эту свою прекрасную картинку. Вам очень важно понимать, что составить цитоплазмы, ну, конечно же, там, большая часть это вода, в среднем 90% воды, но, конечно, если вы будете смотреть разную литературу, разные клетки у вас там процент воды от общей массы будет отличаться. Помимо этого, есть различные сахара, соли, жирные кислоты, аминокислоты. Мог быть даже крупные молекулы в цитоплазме. Это нормально, да? Белки, например, какие-то. И есть такое понятие, как коллоидный раствор. То есть, вот эти вот крупные молекулы, белки, они формируют эти коллоидные растворы, и ваша цитоплазма может быть, по сути, в двух состояниях. В более жидком и в более вязком. Вот есть два термина. Золь и гель. Запомните, что золь это более такое полужидкое состояние, в котором активно будут протекать химические реакции, процесс обмена веществ. А гель это больше студенистое вязкое состояние, в котором не будут эти химические реакции. Обычно вот такое состояние цитоплазмы прямо на периферии, да? Ближе к мембране. А, ну, легко запомнить, гель для душа, он такой вязкий. И все, что находится у вас внутри клетки, вся цитоплазма, все это находится в постоянном движении. И в биологии мы движение цитоплазмы красиво называем термином циклоз, он может вам встретиться как в первой, так и во второй части на экзамене. Вот. Ну, еще у меня тут зафиксирована буферность, да? Это потом нам пригодится впоследствии, когда будем более детально изучать химические составы, но уже не на конкретно этом, не в серии этих уроков, да, на других темах. Вот. Ну, и помимо, вот мы с вами разобрали гиалоплазму, да, если вы хотите, можете подписать себе, что 90% воды, сахара, белки, аминокислоты, жирные кислоты и другое. И органоиды. Органоиды – это вот те самые прекрасные ребята, которые, как мы с вами плаваем в бассейне, да? Органоиды у нас бывают разные, и у меня есть для вас запоминалка. Всего три категории органоидов. Есть еще, конечно, специализированные различные структуры клетки, но вот давайте поговорим про такие среднестатистические сперва. Есть органоиды, у которых будет одна оболочка, то есть одна мембрана. Есть органоиды без мембраны, не мембраны их мы и называем, и органоиды двумембранные, либо же структуры двумембранные. Вот с помощью таких вот аббревиатур вы сможете их запомнить. Например, с помощью аббревиатуры ЛАВЭ мы запоминаем с вами одномембранные органоиды клетки. Лизосома, аппарат Гольджи, вакуоль и эндоплазматическая сеть. С помощью МЯП, такой миленький маленький котик, мы запоминаем двумембранные структуры или органоиды. Обратите внимание, я не говорю только органоиды, потому что среди этих элементов будет ядро, которое является клеточной структурой. митохондрия, ядро, пластиды. И с помощью цирка мы запоминаем немембранные органоиды, это цитоскелет, это рибосома и клеточный центр. У вас есть вот такая вот классификация, да, обратите внимание, что могут быть другие образования, реснички, жгутики, включения, всякие порошицы, там, и другие структуры, специализированные для определенных организмов, которые мы уже будем детально изучать и проходить с вами впоследствии. Вот. Такие вот, такие дела. Итак, ваша задача запомнить с помощью аббревиатуры все эти чудесные органоиды. И у нас есть еще с вами клетка, которую я хочу подписать. Наверное, мы начнем ее подписывать с вами на следующем занятии, да, потому что здесь много всего интересного, здесь различные структуры, здесь органоиды, тут и можно увидеть, как пищеварительные эвакуоли, вроде бы, ну, слабо отображено, но, скорее всего, именно это и хотели показать, как они образуются. Вот. Будем ее подписывать с вами на следующем уроке. Разобрали мембрану, разобрали цитоплазму, вы большие молодцы. До следующего занятия. Всех обнимаю. И иркутский приветик вам. Вениамин, кстати, посмотрите, сегодня у нас без мозгов, у него мозги улетели, он упал случайно и потерял свой головной мозг, надо ему поставить, чтобы все было прекрасно. Всем большой привет еще раз и уже пока даже. Вот так. А теперь небольшое включение из моего сибирского леса. В общем, чтобы не быть в этом учебном году таким грустным котиком, с такими грустными глазками, обязательно приходи на полный курс подготовки, который называется основа, начинается он в сентябре. Я буду вести вас на протяжении всего учебного года, вплоть до ЕГЭ, даже консультацию по апелляциям, мы изучим абсолютно все разделы, которые нужны нам для экзамена. Начнем в сентябре с цитологией и дальше по нарастающей пойдем проходить анатомию, генетику, ну и все остальные разделы. У нас будет огромное количество занятий, будем встречаться три раза в неделю. Это теоретические, практические вебинары, на которых будем разбирать всю теорию и, конечно, отрабатывать ее на практике, потому что без практики вообще не имеет смысла готовиться к экзаменам. Я считаю, что подготовка должна быть интересной, понятной и уж точно без стресса. Все-таки выпускные классы, они и так полны стресса, будем стараться сделать так, чтобы его было у тебя чуть меньше. На занятиях у нас обязательно будут скрипты, конспекты, минимокарточки и другие материалы, которые помогают уже на протяжении 8 лет выпускать ребят с высокими баллами. Конечно же, будем решать много домашек, пробников, просто общаться, делиться своими котиками и работать много, учиться. Конечно же, без этого никуда. Я буду ждать тебя на курсе. Мы начинаем уже в начале сентября, как я уже сказала, увидимся на вебинарах и желать тебе высоких баллов на ЕГЭ и поступить в тот университет, в котором ты мечтаешь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok